Они, Райан Гозлинг, Брэдли Купер и Ева Мендес, появились на красной дорожке в Нью-Йорке на премьере картины. После общения с фанатами и фотографами, Брэдли Купер представил трех друзей, с которыми раньше учился. Все они сыграли роли вместе под соснами. Нам крупно повезло, мы все вместе снялись в этом фильме. Бонусом стало и то, что нами руководил такой потрясающий режиссер. Как выяснилось, настоящей звездой картины сами актеры считают режиссера этого фильма, Дерека Фиан-Франца. Райан Гозлинг уже снялся в другом его фильме «Валентинка». Дерек мой друг. Мы уже работали вместе, это был хороший опыт, и как вы понимаете, это имеет большое значение. И Дерек Фиан-Франц, как оказалось, не только друг, но и учитель Гозлинга. В 2014 году актер покажет свой режиссерский дебют. Фильм «Как поймать монстра». Естественно, я восхищаюсь им. Не думаю, конечно, что у меня получится так же хорошо, как у него, но я очень старался. Он был моим наставником. Вы и представить не можете, сколько сил он вкладывает в свою работу, и в итоге она смотрится так, как будто почти не требовала усилий. Его кино в своем роде лишено эго. Его работа словно невидимой. Я восхищаюсь этим. Ева Мендес призналась, что ей очень повезло с ее ролью. Я очень хотела поработать с Дереком. Когда я посмотрела «Валентинку», я поняла, что это именно то, как я хочу работать. Этот режиссер поистине талантлив. Мне крупно повезло, что у Дерека оказалась роль для меня в его новом фильме. Фильм «Место под соснами» — это история отношения отца с сыновьями, история о добре и зле. Это история профессионального мотогонщика, который начинает грабить банки, чтобы содержать своего новорожденного сына. Однажды на его пути встает полицейский, и столкновение парней перерастает в личную войну. Это фильм о прямой и косвенной связи, судьбах поколений, сложности выбора, истоках порождаемого насилия. Как пишут критики, «Место под соснами» — картина эпического размаха, вобравшая в себя элементы криминальной драмы, шекспировским накалом страстей и глубоко эмоциональной мелодрамы мужского типа. Дерек Янфранц сам написал сценарий и сам отобрал команду актеров. Мой процесс прост. Я пишу, пишу и пишу, пока не начинаются съемки, во время которых я выбрасываю в помойку все, что написал, и прошу моих актеров удивить меня. Главное — достичь того момента, когда это начинает работать. Вы знаете, я верю, что нахожусь под защитой вселенной, и просто плыву, плыву в этом.